Эфир телеканала ННТ продолжит новость Дагестан с последними событиями. Вас ознакомят мои коллеги. Я была Ахмедова. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Снова пожар и снова погибли дети. Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех малышей в Кизлярском районе. Дагестане. Безопасно, просторно и быстро. Три участка федеральной автодороги Кавказ открыли в Дагестане после капитального ремонта. Жизнь взаймы. За год жители Дагестана оформили кредиты на 144 миллиарда рублей. Подробнее в выпуске. Велосипеды, спортивные инвентарь и приставки. Детей участников марафона «40 намазов в мечети» поощрили призами. Очередная трагедия, жертвой которой стали маленькие дети. Две девочки и один мальчик находились в доме с пожилой бабушкой, когда у них начался сильный пожар. Произошло это накануне в хуторе «Зеленый бугор» Кизлярского района. Наш корреспондент Салья Магомедова расскажет подробнее. Ей слово. Эта бабушка сидит во дворе, укутанная в одеяло и смотрит на свой сгоревший до тла дом. В нем она находилась вместе с тремя маленькими детьми, когда начался сильный пожар. Вероятно, от шока пенсионерка не может вымолвить и слово. Из горящего помещения ее вынесли первые очевидцы происшествия. «Мы пока здесь побежали, смотрим, здесь бабушка лежит в этой комнате. Мы зашли, ее вывели, да, мы не знали, что там дети есть пока. Мы ее спрашиваем, она говорит, с мамой дети были. Пока ее вывели, уже огонь начал распространяться на ту сторону, потом мы узнали только, что может быть дети внутри». Как выяснилось позже, в доме находились две девочки и мальчик в возрасте от двух до пяти лет. От огня дети прятались под столом, однако спастись им не удалось. Соседи говорят, что пожар разгорелся после трех часов дня. Они долго пытались потушить его самостоятельно. Некогда жилой дом сейчас выглядит так. В нем обвален потолок, разрушены стены, выбиты окна, сгорели двери и мебель. Местами здесь сохранены небольшие очаги возгорания и идет дым. Одна из немногих уцелевших вещиц – это желтая детская игрушка. На место трагедии приходят неравнодушные люди, желающие оказать помощь, в их числе и представители фонда «Инсан». Как сообщает Следственный комитет Дагестана, пламя вспыхнуло от этой дровяной печи. Сотрудники управления возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура республики взяла на контроль ход его расследования и организовала свою проверку. В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана оценка соблюдения требований законодательства пожарной безопасности. На данный момент подозреваемыми по делу никто не проходит. С начала года это уже вторая трагедия, жертвой которой стали маленькие дети. Салия Магомедова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Кизлярский район. Три участка федеральной автодороги «Кавказ» открыли в Дагестане после капитального ремонта. К мероприятию в режиме телемоста присоединились глава региона Сергей Меликов и руководитель Росавтодора Роман Новиков. Общая протяженность участков достигает 15 километров. Они проходят вблизи города Избирбаш, села Гирга Каякенского района и села Кала Дербинского района. Проезжую часть дороги расширили до четырех полос с разделением встречных потоков. Также здесь появились освещение, светофоры, ограждения и автобусные остановки. И в продолжении темы. В Дагестане начинается строительство 20-километрового обхода Хасальюрта. На месте проведения работ участки федеральной трассы Р-217 «Кавказ» в торжественной обстановке заложили памятную капсулу. Общая ширина новой четырехполосной дороги составит 15 километров. Встречные потоки будут разделены барьерным ограждением. Здесь также появятся три транспортные развязки – мостовой переход через реку Ярыксу и пять путепроводов. Объект введут в эксплуатацию до конца 2028 года. В этом для нас развитие дорожной отрасли является очень важным направлением. Собственно говоря, мы сегодня говорили об этом с Романом Витальевичем, это и отвечает запросам населения. С начала 2023 года жители Дагестана оформили кредиты на 144 миллиарда рублей. Об этом сообщает Национальный банк республики. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Львиную долю от общей суммы занимает ипотека – 46 миллиардов рублей. Около 20 миллиардов займы получили предприятия региона, в частности, субъекты малого и среднего бизнеса. По словам экспертов, вклад в повышение кредитования сыграли различные льготные госпрограммы. Духовный лидер республики шейх Ахмад Афанди провел встречу с делегацией из Цумадинского района. Участие в ней принимали местные старейшины, представители Муфтията, благотворительного фонда «Инсан», газета «Ас-Салам» и отдела просвещения по муниципалитету. Если говорить о Цумадинском районе, то он известен в Дагестане и по всему миру. Если сравнивать, то в вашем районе больше ученых-богословов, чем в других районах. Признаюсь вам, я больше, чем они, люблю цумадинцев. И каждое ваше село и район в целом. Недавно читал одну книгу об истории времен имама Шамиля. Я подумал, неужели тогда рядом с имамом не было людей из других районов, активных его приверженцев, кроме цумадинцев. Настолько сильно они поддерживали имамы. Но Юнус Истрапилов говорил о братстве, объединении вокруг истины. Он поблагодарил Муфтия за теплый прием. Я всегда прошу Всевышнего, чтобы он помог всем мусульманам быть на истинном пути, помог нам сохранять братство, единство, теплые отношения между собой. Огромная благодарность вам, уважаемый шейх Ахмад Афанди, за то, что приняли и выслушали нас. Председатель Совета имамов цумадинского района Мухаммад Мокаш-Дибиров рассказал о конкурсе по книге «76 грехов в исламе», который будет проводиться среди выходцев района по всему Дагестану. Готовятся солидные денежные призы победителям, а в преддверии конкурса всем бесплатно раздадут книги, по которым он и пройдет. 21 числа мы укажем, куда прийти, письменно будет проходить. Также будет Хасаюрте, куда прийти, мы скажем, в город и район, 21 апреля. Также будет Кизелюрте в городе, какой мечет, куда, тоже, скажем, письменно. Также будет Махачкале, тоже, скажем, куда прийти. Скорее всего, это мечети Малыгина и дрессажи, мы сделаем это. Также будет Агвали, 21 апреля, а в финал уже 28 апреля победители этого конкурса могут прийти. Днем позже в Муфтияти состоялась встреча духовного лидера с детишками из селения Аргвани Кумбетовского района и их родителями. Ребята участвовали в марафоне 40 намазов в мечети, в рамках которой они проходят богослужения в утренние часы. Встреча стала большим и радостным событием для гостей. Шейх Ахмат Афанди побеседовал с детьми, похвалил их за усердие в поклонении, а также поблагодарил их родителей за достойное воспитание маленьких мусульман. Праздник в Доме дружбы для детей и участников марафона 40 намазов в мечети организовали сотрудники Муфтията Республики. Для ребят подготовили множество призов – велосипеды, спортивный инвентарь, приставки и другие ценные подарки. О том, как совсем еще малыши встают рано утром для того, чтобы участвовать в коллективных намазах, выясняла Айша Тухаева. Как чисто ради Аллаха ходил, так что удовольствие тоже было у себя. Лучше становится. Два дела, да, Палестину, родные, все мусульманы. Конечно, главная мотивация была удовольствие Аллаха, а так приз тоже хотелось выиграть. Я до конкурса тоже ходил, честно. Ну, до нее есть 100-150, точно есть. Меня тоже будила бабушка, а мама. Нас будила бабушка. Мы ходили в мечети на утренний намаз. Мы не пропускали. Мы не пропускали. Старались не пропускать. И маму в нашей мечети стало статус, чтобы ходили на утренний намаз 40 дней. Третий класс пошел, да? И мы из-за этого ходили. Для детей от 7 до 14 встать рано утром и еще затемно отправиться в мечеть – это большой подвиг. Возраст выбран не случайно. В исламе именно в этом отрезке жизни нужно прививать любовь к намазу. А после 14 лет он становится их обязанностью. Машал, конечно, сам приходил, будил, ответственно подходил к этому. И всевышний вознаградил его. Это у нас что? Это ноутбук, который я выиграл в конкурсе. Совершать утренний намаз – это на самом деле очень трудоемкий такой труд. Но дети выдержали. Вот моя группа. Ахамду реля, селение Дучи. Этот марафон позволит детям прийти подготовленными к возрасту, когда пятикратный намаз каждый день обязателен. Среди участников марафона были и детишки младше 7 лет. Так, его зовут Али, ему 4,5 года. Мы ходим на все 40 намазов. Лесик! Без этих прочих. Лесик, кто сказал? Зеленый цирк, подел встал. Пораньше укладывали спать и утром просыпался. Просто мотивировал его, чтобы пораньше просыпался, потому что его зовут Али. Как Али Асаба. Да, Али? Так, внимание! Чего сложно было? Разыгрывай номер зеленый, 32. Чего ты, наверное, в мячеть ходил? Да, легко. 3, 2. Богослов Идрис Асадулаев, один из организаторов марафона, также присутствовал на праздничном мероприятии вместе с именитыми спортсменами. Он активно поддерживает эту благословенную акцию с самого начала и подтверждает, дети честно посещали мячеть на утренние коллективные молитвы. Сегодня буквально нам родители подходят и рассказывают, сегодня, говорит, воскресный день, я хотел дома совершить намаз, был, лень был, говорит. Двое сыновей, они здесь присутствуют, они никак не оставили. Вот даже такие случаи. Дети очень вдохновлены, они мотивированы, они сами, наоборот, потягивали родителей. Хочу выразить слова благодарности отцам и матерям, которые давали стимул для своих детей. Если бы не поддержка родителей, особенно матерей, если бы не их переживание, если бы не их беспокойство, эти дети, они, может быть, и второй день, третий день перестали бы ходить на утренний намаз. Вот также отцы за то, что они за руку брали своих детей и приводили их в мечеть. 40 намазов в мечети проходит не только в Махачкале, но и во всех районах республики. Все дети состоят в WhatsApp-группах, в которых админы ведут контроль за посещаемостью и мотивируют детей, подбадривают их, рассказывают о вознаграждении. Позитивная динамика, которую несет марафон, важна для процветания общества не только в нашем регионе. Дорогие друзья, уважаемые братья и сестры, мы приветствуем тех, которые вошли в историю республики Дагестан, наших младших братьев, которые оживили мечети республики Дагестан, посещая утренние намазы. Ассаламу алейкум, арахматулах! Надеемся, что соседние республики возьмут с нас в пример. Очень надеемся. Пусть это будет таким огромным флешмобом всей мусульманского сообщества. Айша Тухаева, Ислам Халиков, Халид Ахмаев, Дауд Гасанов. Новости ННТ, Махачкала. Боец Магомед Исмаилов выбыл из долгожданного реванша против Анатолия Токова. Поединок с участием дагестанского спортсмена на турнире ACA 9 марта в Москве не состоится. Лысый хищник травмировал колено в ходе подготовки и не сможет выйти в октагон. Эту информацию подтвердил основатель ACA Мэр Бекхасиев. При этом руководство лиги заверяет, что сделать все возможное, чтобы спортсмены до конца года смогли встретиться и определить сильнейшего. Первый бой между Исмаиловым и Токовым состоялся в далеком 2013 году. И тогда победу приемом в первом раунде одержал Токов. С тех пор Магомед Исмаилов прошел путь от проспекта до одной из главных звезд российских единоборств. На данный момент его рекорд в ММА 18 побед и 3 поражения. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также и в социальных сетях. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова